Утро на Болткоме Вот-вот-вот, гораздо лучше Асна-то Пришла весна, скоро потеплеет Дай бог, чтобы на следующей неделе сняли какие-то ограничения Можно было бы большими компаниями куда-то выезжать, что-то делать Откроют там тропы, потому что вышки Я недавно поехал с ребенком на наблюдательную вышку по старой болдырайской дороге Которая, Бумбуканс, она оказывается закрыта Я не учел, что сейчас даже такие объекты закрыли То есть, что-то приоткроется Как к новому сезону готовятся объекты сельского туризма? Я знаю, что вы утверждаете, что отдых в Латвии даже во многом лучше, чем в Турции Той же самой пресловутой Да, я так утверждаю Я думаю, что это точно верно Но, знаете, сельский туризм никогда не остановился Люди и теперь поезжают отдыхать И, конечно, это нужно и важно Потому что мы все устали И мы все хотим что-то поменять И сельский туризм работал, как и прежде Конечно, есть у нас изменения по поводу эпидемиологических спросов Значит, питание не разрешено И в спа не разрешено Но все остальное И ночлег, и питание в комнате И баня, и кубу, и джакузи И там все работает, там все есть Это нет услуги, чтобы вам услуги получить Но то, что вы можете получить без контакта с хозяином Это все верно И хозяин, если вы снаружи хотите какую-то экскурсию Или посмотреть, вот с ребенком пойти И посмотреть, как козы вырастают И маленькие козы теперь Можно посмотреть И всякие зоологические маленькие садики И все, что снаружи Вообще нет никакого такого ограничения Конечно, надо дистанции удержать И не приезжать большой группой с друзьями А одно домохозяйство, это без проблем Я еще раз попрошу вас поближе к микрофону все-таки То есть, можно сказать Что сфера сельского туризма Одна из, пожалуй, немногих Которая наименее пострадала во время пандемии Во-первых, можно было, по большому счету Продолжать работать на те же самые сельские гостиницы А во-вторых, кто-то получал какую-то поддержку от государства И, может быть, об этой поддержке чуть более подробно Ну, конечно, если нас сравнить с Ригой Или иностранным, интернациональным туризмом Которые пострадали туроператоры Нам не сравнить эту ситуацию И, конечно, у нас ситуация на более лучше И мы, конечно, рады, что мы можем работать И все время мы боимся, что какие-то еще меры Приняты И тогда нас тоже закроют Конечно, нам удалось скрыться от этого Но все равно этот оборот Который с туристом теперь Начиная уже в конце лета до сих пор Хозяина не могут получить полный, например, полный гостевой дом Там все-таки надо Каждый второй комнат, например, можно выдать для туристов И, конечно, это питание, которое некоторые нужно Ну, большой оборот, чтобы выжить Они просто так построили свой бизнес Это, конечно, действует очень мало И очень недостаточно для них Но маленькие, те, которые коттеджа И отдельные домики И отдельная часть дома Или квартиры в сельском доме И, ну, такие отдельные хутора Те, конечно, живут неплохо И теперь спрос есть больше, чем нормальные обстановки Но это, я думаю, что не более третья часть такая Которая идет хорошо То есть, в принципе, в этот пандемийный год Развернулось все, ну, что логично, разумеется Со внешнего на внутренний туризм Но при этом только треть объектов Может похвастать тем, что, в общем-то, нормально выживает Скажите, пожалуйста, Асната Что касается нового сезона Возможно, какие-то новые объединяющие маршруты Или программы Там, не знаю, ну, скажем Хит сезона 2021 Там, не знаю Курземы или Ладгалы Или Селия Какие-то направления Ну, вы знаете, мы большие optimисты Сельских хозяин, которые принимают участие Значит, это дни, которые могут поехать туристы Разные эти места И получить те услуги, которые, ну, в нормальном случае Они даже, может быть, не открыты Или эта услуга не бывает Ну, как раз это все хозяина дома И будут ждать туристов В этом году, конечно, будут особые условия Чтобы надо было бы резервировать это место Чтобы не было толпы и так далее Это, конечно, все будет такое Но мы надеемся, что лето будет, как и предыдущее лето Хорошее И нам разрешат и небольшие такие акции делать Чтобы люди больше узнали от городов Поехать на деревни И вторая такая акция будет домашнее кафе Тоже все это происходит снаружи Не внутри И это домашнее кафе Это сейчас мы видим 35 нуа воды Такие территории, которые принимают участие И приглашают гости Все те, которые хотят, ну, например, Краслав и Даугав Вместе делают эту одну территорию И предлагают те дома даже, которые вообще не предприниматели Которые, ну, не знаю, тетя Анна или тетя Марта То есть прямо поселение в частном секторе Ты приезжаешь в какую-то семью, там же ночуешь Заведенным столом со всей семьей Просто ночуешь, наверное, в этом территории Но этот, например, тетя Анна открывает свой двор в этот день И она сделала для вас свою любимую блюду Не знаю какую, но особенную Только в этот день она это предлагает для вас И вам эта возможность узнать эту Краславу и Даугаву Намного лучше намного Ну, конечно, через такое живое человеческое общение Скажите, пожалуйста Да, напомним, мы беседуем с Асна ТЗМЛ Главой Ассоциации сельского туризма Лауку Целюта То есть мы говорим о том, что нас ждет в новом сезоне Вот эти две акции, два направления вами сейчас описанных Открытые дни в деревне 250 хозяйств Вы упомянули, со всей страны вписались в эту программу И домашние кафе, там в том числе Латгаля вот сейчас прозвучала Где искать информацию о том А я вижу, а я вижу сразу за спиной у вас, на-то Целюта из пункта СЛВ, да, вот этот вот адрес Да, 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 у нас будете искать это У нас будет общая платформа Мы делаем эти акции вместе Государственное маркетинговое агентство ЛИА И, значит, по туризму И у нас это будет большая акция и маркетинга Мы просто ждем, пока это все будет немножко теплее в природе И немножко люди уже начнут как-то поверить, что все будет хорошо А не все будет очень плохо Ну, Асна, ты в своих маркетинговых активностях Вы запросто можете рассчитывать Да, можете рассчитывать в своих активностях маркетинговых На Радио Болтком и портал Микс Ньюс Мы открыты для сотрудничества И для туризма, впрочем, тоже Это очень хорошо Это очень важно А вот, кстати, на... Этот оптимизм не... Да, куда же без него? На сайте цель у Тайска Мы как раз вот, я зашел... Это будет баннер и... Я вижу, что также вот... Еще нету Еще нету Да, но у вас просто есть информация очень интересная Что вот эта пешая тропа по странам Балтии Которая сейчас открывается от себя европейски Да, 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 две тысячи километров Вот насколько это тоже такое вот для вас интересное направление Потому что это же может привлечь все-таки туристов И не только из внутреннего туризма Латвии Но тех, кто захочет пройти несколько стран Ну, вы знаете, как я могу сказать Это очень-очень, как бы мы называем бестселлер теперь Мештока Лесная тропа по Балтийским странам О ней писали, я думаю, начиная от Лауны Лаунли Планет И, не знаю, посчитали 20 разных порталов по всей Европе Что это такая уникальная тропа Две тысячи километров И мы это развиваем Теперь и южная часть В этом году будет готова И с маркированной Северная часть уже готова До Таллина Если вот Эстония будет открыта Конечно, можно идти до Таллина Но я думаю, что это слово Лес тоже, по-моему, теперь Он как бы, ну, как бестселлер Я не могу ничего другого сказать, чтобы там природа И свежий воздух И мало людей И что-то активное делать Это очень хорошая, ну, возможность войти Там есть и гайдбуки, и карты И стенды по дороге И несколько лет тому назад мы кончили юрток Около моря И теперь это межтака, как бы, другая тропа Даже длиннее Но можно идти оба эти тропы И несколько дней Вообще от Риги до Таллина, например, понадобится 50 дней Можете планировать Ну, кстати, да Я вот, например, видел часть этой тропы В районе Туи В районе Ведземи-Юклейнс Действительно проложено Можно шагать, шагать, шагать Ну, потому что это же было очень популярно В свое время по Франции и Испании Вот туда вот там люди, ну, паломники шли И там даже у Паула Кавейли был целый роман написан Можно, может быть, кто-то из латвийских писателей Напишет про нашу Юртаку и Мештаку Аналогичный роман, чтобы привлечь людей Потому что получается, что не нужно куда-то уезжать далеко Можно те же самые впечатления получить здесь Так и есть Ну, роман не роман Но карту, по крайней мере, Латвии На сайте Целюта СЛВ Я могу назвать песней На самом деле очень-очень толково сделано Вот я прямо сейчас параллельно беседе Позволяю себе ковыряться Все указано И объекты исторические, и неисторические И где припарковаться, где поесть, где отдохнуть Имеет смысл поковыряться Да, а тем не менее Мы продолжаем Кто же в Риге сидит? Я за этот год съездил всю родину Продолжаем беседовать с главой Ассоциации сельского туризма Лаукцелю Тайсасна Тайзэмэлэ Да, ну и вот насколько Мы уже затронули вопрос Насколько вы рассчитываете на туристов Из-за рубежа вот в этом году Потому что раньше Ну очень много делалось для того, чтобы Были интересные объекты Для интересный отдых именно для зарубежных туристов Будет ли это в этом году? Ну вы знаете, мы думаем, что Ну хотя, не знаю Может быть от осени Может быть что-то изменяется Что мы получим и иностранных туристов А иначе мы думаем Вообще для сельского туризма Конечно для нас И хорошо, что латвийские туристы Остаются в Латвии И путешествуют Они это делают намного Больше и длиннее Для нас, конечно И латвийские туристы Очень-очень важны Но я понимаю, что для Риги Этот иностранец очень-очень важный Конечно, германцы делают резервацию И японцы делают резервации Например, начиная с сентября Они тоже оптимисты Но увидим, как пойдет эта вакцинация Но мы думаем, что основное лето Будет такое же, как в прошлом году Если все будет хорошо И мы на этом очень надеемся Активный отдых Вот если мы говорим про отдых Всей семьей Вот насколько будет тоже возможность Отдохнуть, например Взяв с собой детей Вот всем семейством Что-то предлагается? Да, одно домохозяйство И сейчас очень часто путешествует Потому что у детей же школа Все равно где сидеть Почти у всей Риги И очень многие семьи Арендевают теперь домики Или такие Небольшую часть дома Для Ну, длиннее, чем просто каникулы На неделе На конце недели Я знаю, что на все лето Ищут место, где Устраиваться С семьей И это, конечно, не дурно Потому что, конечно Не сидеть в Риге Все лето И те места, которые очень популярны Те, конечно, заняты тоже Ну, и поэтому Если кто-то хочет Ну, длиннее Оставаться в деревне Так надо теперь смотреть Где вы хотите Найти Своего хозяина Хотя бы на неделю Два или даже на месяц Скажите, Аснат Учитывая, что вот этот год Знаменовался действительно Поворотом с внешнего туризма На внутренний Стали ли активнее предприниматели Точнее, стали ли На местах более предприимчиво Относиться к каким-то объектам То есть Предлагать себя в качестве Вот этого туристического объекта Потенциального Стали ли, например, вкладываться больше Я не знаю В информационные знаки В информационные компании Какие-то Ну, с таким посылом Мол, вот у меня есть Ну, условно, там Ди Жакменс Вот обязательно Проезжайте мимо него Рядом с моим домом Не забудьте заехать ко мне Я там угощу Глинтвейном Если это зимой Или там с Кландраушесом Каким-нибудь Или что-то в этом роде Или активность Все-таки достаточно лялая Есть два Такие Ну, я могу Две части Вашего вопроса Есть те предприниматели Которые Далеко от Таких популярных мест Ну, например Как Лыгатная Цессис Такие, ну Туристические места Которые Ну, вы, наверное Много не были Многие не были Ну, например Вабуолос Погостили Ну, такие Далекие места Которые непопулярные Те предприниматели Очень Стараются Чтобы привлечь И туристов До своего Не знаю Усадьбы Или Объекта Но есть Те, которые Очень устали От толпы Которые Поезжают На эти Очень-очень Популярные места Ну, как Тема Тирелес Или Лигатность Дабастакас Или Цессис Старый город Или Кулдик Старый город И те Ну, хозяина Уже Не знаю Делает Наоборот Чтобы Делать Чтобы Ну, не Получить Эту толпу В своем Усадьбе Своей Не знаю Огороде Вот Поэтому Что Люди Ну, не знаю Очень часто Не знают Где Иначе Поехать И это Конечно Жалко Поэтому И мы Делаем Эти акции Чтобы показать Как много Разных Мест Есть Куда Поехать И Хозяйств И Не Только Те Которые Популярны Которые Мы все Знаем Сиголда Например Она Полна Туристов Латышских Кипет Ну, да Конечно Речь идет О том Чтобы Рекламировать Какие-то Альтернативные Направления Альтернативные Программы Альтернативные Маршруты Альтернативные Объекты Потому что Сейчас Ваш рассказ Мне как не смешно Напомнил Вот При прошлой Жизни Власти Барселоны Делали Последние Годы Все Чтобы Уменьшить Туристический Поток Вот Казалось Мы Мечтали О Миллионах Приезжих Власти Барселоны Говорили Ребята Не Хватит Пожалуйста Куда Нибудь За угол Да Это Теперь Очень Популярно Например Выпекать Пиццу В Италии Вместе С бабушкой Или У нас Выпекать С Каландра Вместе Колка С Илзой Ну Такие Мероприятия Которые Очень Такие Индивидуальные Только Для вас И Поэтому Мы Делаем Эти Домашние Кафе Но Это Так Интимно Как Сказать Так И есть Да Интимно И Интимно И экклюзивно И интересно В конце Концов И что-то Новое Поэтому Мы Очень Ждем Когда Начнутся Эти Две Программы И Очень Ждем Когда Пойдут Пасхальные Праздники И Чтобы можно было Действительно Поехать Куда-нибудь И испечь Хоть Склаундраус Хоть Пиццу Хоть Все что угодно Да просто Поехать Да просто Поехать Да Спасибо Большое Огромное Спасибо Да Тогда Остаемся На связи Мы Сегодня Беседовали С Главой Ассоциации Сельского Туризма Лау Куцелюта О том Что интересного Нас ждет В новом Туристическом Сезоне А интересное Нас ждет Ну Во-первых Послабление Министров Возможно Уже Седьмого Числа Во-вторых Две Абсолютно Да 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 Две Новые Акции Это Открытые Дни В деревнях И домашние Кафе Ну то есть Открытая Кухня В прямом Смысле В каком-нибудь Маленьком Хозяйстве Латвийской Глубинки Ну интересно же Действительно Что-то Приготовить Своими руками По какому-нибудь Древнему И очень Семейному Рецепту Ну а У нас Впереди Футбольный клуб Программа Эхо Москвы А затем Программа Очевидец Будет Очень интересный гость Александр Мосякин Историк Публицист Рассказывать О Золотом Запасе Российской Империи Куда он пропал Ну а затем Программа Зеленая Лампа Утро На Болтку Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова